Розовые, черные, блестящие. Более 30 упаковок смеси обнаружили сотрудники Роспотребнадзора в Алексеевских рядах. О том, что содержимое баночек небезопасно, продавец магазина узнала только после приезда специалистов. Если бы мы знали, конечно, мы бы не совершали продажу. Я слышала, что с 1 января закон вступает, что запрет на продажу. И то, соответственно, уже после нового года хотели убирать. А вот прибывший на место владелец торговой точки с мнением своей сотрудницы резко не согласен. Уверяет, вообще никакой СНЮС не продавал. Ничего не продавал. А зачем продавали? Ничего не продавали. Вот когда будет какой-то официальный мнение, тогда и поговорим. Сейчас аналог запрещенного в стране СНЮСа приравнивается к пищевой продукции и не имеет документов о своей безопасности. К слову, количество никотина в СНЮСе значительно больше, чем в сигаретах. Переизбыток может привести к летальному исходу. На данном объекте были обнаружены никотинсодержащие бестабачные жевательные смеси, которые представляют собой угрозу для человека. На них нет никаких документов, которые подтверждаются качеством безопасности. И данные смеси будут изъяты из оборота и уничтожены. Сейчас в городе активно работает горячая линия. Если вам известно о месте распространения подобной продукции, сообщите об этом по телефону 4 36 78 31. К слову, закон о полном запрете СНЮСа на территории Нижегородской области вступит в силу 1 января 2020 года. Анна Колпаева, Алексей Калякин. Время новостей. Продолжение следует...